НИКОЛАЙ ЛЕЙКИН ТЕЛЕФОН ПОСТАВЛЕН Читает Геннадий Постригайло У Колыванцевых поставили в квартире телефон. Колыванцевы были очень довольны этим. Уходя на службу, Колыванцев говорил своей жене, которая была лет на двадцать моложе его. — Положим, телефон изрядная затрата, но ведь и удобства много. А главное, чувствуешь себя как-то культурнее, на европейской ноге. Не выходя из кабинета, ты можешь разговаривать со знакомыми, делать заказы в магазине и, да мало ли чего, всего и не перечтешь. Удобства для тебя, для меня и для всего дома. Сколько времени мы выиграем все в совокупности? — Спасибо, миленький, спасибо. Я так рада, так рада. Бормотала жена, провожая мужа, и чмокнула его в лысину, когда он поцеловал в нее руку. — А что до затраты на телефон, то мне кажется, что мы должны даже скоро окупить эту затрату, — продолжал Колыванцев. — Ты сосчитай, сколько мы сэкономим на почтовых марках, сколько сэкономим на извозчиках. — Да вот, хоть бы взять селькерскую воду. Мы то и дело писали открытые письма. Пришлите тридцать бутылок селькерской. А теперь три копейки за письмо отчетятся уж у нас в кармане. Будем заказывать воду по телефону. А извозчики? Хоть бы взять тебя. Надо тебе в гостиный двор за покупкой или в другой какой магазин. Тридцать копеек туда, тридцать обратно. — О, с нас дам, куда дороже берут, и не смеешь по такси заплатить, не смеешь торговаться, обругает, — со вздохом проговорила Колыванцева. — Ну вот, видишь, а теперь эти шесть гривен останутся у тебя в кармане. Ты можешь многое и многое заказать по телефону, и тебе принесут на квартиру. Ну, прощай, моя птичка. Колыванцев уехал на службу. Колыванцева скучала, заказала кухарке обед, поговорила с попугаем, прочитала главу романа и стала позевывать. Поехать разве на выставку картин? Но она перебывала уж на всех выставках. Ехать с визитом рано, да и некуда. Все нужные визиты она уже сделала. Но тут ей вспомнился телефон. — Буду разговаривать по телефону, — мелькнула у нее в голове. — Но с кем? Буду телефонировать мужу на службу. Спрошу его, какой он суп желает сегодня к обеду. Я заказала пюре из спаржи, но, кажется, он его не любит. Тогда можно переменить. Она подошла к телефону и стала вертеть ручку звонка. — Главная станция. Соедините, пожалуйста, с номером 11742. — 11742. Готово. Отчетливо послышалась со станции. — Благодарю. Опять звонок. — Слушаю. Кто у телефона? — раздался с места соединения басистый голос. — Колыванцева. А вы кто? — Курьер их превосходительства господина директора. — А мне нужно видеть Максима Николаевича Колыванцева. Попросите его к телефону. Скажите, что супруга его просит. — Их высокородие в кабинете директора. Они с докладом. — Ах, боже мой, доложите. Доложите, что по очень нужному экстренному делу. Прошло минуты три. Колыванцева стояла у телефона, держала телефонную трубку у уха и давала продолжительные звонки. Наконец послышался голос Колыванцева. — Лизочка, ты у телефона. Говори скорее, что случилось. — Ничего не случилось, — отвечала Колыванцева. — Ну, я заказала кухарке к обеду суп-пюре из спаржи и вспомнила, что ты протертых супов не любишь. Какой ты хочешь суп? Тогда можно будет переменить. — Боже мой, из-за таких пустяков ты меня вызываешь к телефону и отрываешь от дела. Я ведь не весь что подумал. Просил прервать доклад и сделал невежество. — Ну, что за важность? Так какой суп? — Да суп ли мне. Я не знаю, как теперь оправдаться перед директором. Он спросит о причине перерыва. Скажу, что у нас в квартире пожар начался, что ли. Прощай. — Так какой суп? Хочешь борщ с сосисками? — На ответа так и не получилось. Послышался отбой. — Дурак. Совсем дурак. Я к нему всей душой, а он дрянь. Проговорила с неудовольствием Колыванцева и надула губы. — С кем бы еще поговорить по телефону? Задала Колыванцева себе вопрос и стала перебирать книгу абонентов. Но знакомых фамилий не попадалось. Вдруг ей мелькнула фамилия знакомой кондитерской. — Заказать разве ромовую бабу к чаю? Сегодня мы вечером, кажется, дома. Звонок. — Соедините. — Она сказала номер телефона. — Слушаем-с. Кто говорит? — послышалось ей из телефонной трубки. — Пришлите, пожалуйста, к Колыванцевам ромовую бабу к четырем часам дня, — заговорила она. — Адрес наш. — Сейчас прибудет агент. Кто изволил скончаться у вас? Сам господин Колыванцев или... Колыванцева поразилась. — Как скончался? — Что вы за глупости говорите? Ромовую бабу к чаю, — повторила она. — Ромовая баба. Вы откуда отвечаете? Кондитерская Перехватова? — Никак нет. Третье похоронное бюро. — Ах, как вам не стыдно? Зачем мне похоронное бюро? Дан отбой. Опять вызов и просьба соединить с номером кондитерской Перехватова. Ромовая баба была заказана. — Куда бы еще телефонировать? — задала себе вопрос Колыванцева, перелистывая книгу абонентов. Фамилии знакомых не попадалось. Перед ее глазами мелькали только фирмы. — Телефонировать разве Валдаеву по месту его службы и спросить, как здоровье Марьи Павловны? Опять звонок на телефонную станцию, звонок на место соединения. — Михаила Гавриловича Валдаева. Попросите их превосходительства к телефону, — говорит Колыванцева. — Я сам, Валдаев, у телефона и стою, — слышится ответ. — Кто говорит? Откуда говорят? — Из квартиры Колыванцева. Я Колыванцева. — Ах, Елизавета Ивановна, да разве у вас телефон есть? Это для меня новость. — Только вчера поставили, и вот я опробую аппарат. — Что? Не слышу. — Как здоровье, Клавдия Петровна? — Здоровье? Благодарю вас. А что это вам вздумалось спрашивать о ее здоровье? — Я ее сегодня во сне видела. Она золото считала, а это, говорят, нехорошо, — соврала Колыванцева. — Так здоровая она. Очень рада. Передайте ей мой поклон. Желаю вам всего хорошего. Все. Она сделала отбой, но говорить по телефону еще не надоело. — Петр, — обратилась она к проходившему мимо лакею, — у нас есть сельтерская вода к столу. — Точно так-с. Ведь мы, барыня, на прошлой неделе выписывали. Больше пятнадцати бутылок еще есть, — отвечал лакей. — Все равно закажу по телефону еще тридцать полубутылок, — подумала она и стала звонить на станцию, чтобы соединили со складом минеральных вод, а затем стала слушать через телефонную трубку. — Кто говорит? Откуда говорят? — раздался вопрос. — Из квартиры Колыванцева. Пришлите, пожалуйста, тридцать полубутылок сельтерской и десять бутылок разных фруктовых вод, — крикнула Колыванцева. — Адрес вам известен. — А которую акушерку вам желать к телефону? У нас их четыре. — Как акушерку? Да откуда говорят? — Городской родильный приют. — Что за глупости? Это ошибка. Мне нужно десять тысяч четыреста семьдесят два. — Да, десять тысяч четыреста семьдесят два. Это наш номер. У вас родильница? Вы желаете ее прислать в приют? — Ну, стало быть, я перепутала номер. Да-да, перепутала. Десять тысяч триста семьдесят два мне надо. — В нашем приюте местов нет, но мы можем справиться, где есть места. Который номер вашего телефона? Но Колыванцева уж не отвечала. Она повесила трубку и позвонила отбой. Сельтерская вода была заказана, фруктовые воды тоже. — Как это удобно, — рассуждала Колыванцева. — Не посылать с заказом человека, ни карточки почтовой посылать. Буду записывать экономию, которая произойдет от постановки телефона, а по прошествии месяца предъявлю эту запись мужу. Она тотчас же села к письменному столу мужа, оторвала листок для памяти и написала. — Человеку на конку в кондитерскую за ромовой бабой двенадцать копеек. Открытое письмо для заказа сельтерской воды три копейки. — Вот уже пятнадцать копеек экономии есть, — рассуждала она. — Ах, да! А к Валдаевым-то, если бы я поехала узнавать о здоровье Клавдии Петровны, ведь два извозчика, положим тут близко, но все-таки по двугривенам в конец надо. И она мелким почерком приписала. — Визит к Валдаевым сорок копеек. Но ей хотелось еще говорить по телефону. — Кому бы еще телефонировать? — задумалась она и стала опять перелистывать список абонентов. — Семенов, живорыбный садок! — мелькнула перед ней строчка, и сейчас же явилась мысль. — Сделаю мужу сюрприз. Закажу к обеду мужу раков и телефонирую на садок, чтобы их сейчас же прислали. Он так любит раков! — сказала она себе вслух и, довольная своей выдумкой, улыбнулась. Она позвонила. — Живорыбный садок Семенова! — крикнула она и сказала номер. Нумер был повторен со станции и послышалось... — Готово! Опять звонок. — Живорыбный садок Семенова? — спросила она. — Никак нет. Корсетное заведение мадам Берель. — был ответ. — Боже мой! И моя корсетница имеет телефон! — мелькнула в голове Колыванцевой. — А я и не знала, что у ней телефон. А ведь мне давно надо заказать себе корсет. Вызову ее к себе. — Я просила соединить с Живорыбным садком, но явилась ошибка! — крикнула Колыванцева. — Впрочем, это все равно. Мне нужна и мадам Берель. Попросите к телефону, мадам Берель. — Я Берель у телефона и стою. — А я Колыванцева, ваша заказчица. Колыванцева. — Очень приятно. Что прикажете, мадам Колыванцева? — Мне нужен корсет. Пришлите снять мерку с меня. И, кстати, пришлите два-три корсета на образец. Адрес наш. Греческий проспект номер 67. — Я сама могу приехать к вам. Мне нужно быть в вашей стороне. Я приеду сегодня. В четыре часа вы будете дома? — Буду, буду. Я весь день сегодня дома. У меня так много дела, что я решила сегодня никуда не выезжать и буду со всеми разговаривать по телефону. — Знаете, мадам Берель, из счастливых случаев нас с вами сводят. Я просила соединить меня с живорыбным садком, и вдруг соединяют с вами. Вот судьба-то. А мне вас и надо. Но у меня ужасно много дел. Жду вас. Отбой. Но через минуту Колыванцева опять звонила на станцию. — Соедините номер 11102. Живорыбный садок. Я вас давеча просила соединить с садком, а вы меня соединили с корсетницей. Но все равно. Номер 11102. — надсаждалась Колыванцева. — Надо говорить явственнее. Номер 11102? — Да-да-да. Пожалуйста. — Номер 11102. Готово. — Опять звонок. — Живорыбный садок? — Да, точно. Доромедон Семенович, это вы? Возьмите стерлядок-то мороженых. Право за живые уйдут, а вам рублей восемь в карман. Господа не разберут, да и гости тоже. — Постойте, постойте. Адрес наш, греческий проспект 67. — Квартира Мудрасова? Повар Доромедонт? — Какая Мудрасова? Колыванцева. Генеральша Колыванцева. — Виноват. Что прикажете, ваше превосходительство? — Пришлите двадцать штук самых крупных раков и счет. Будет уплочено. — Двадцать раков крупных. Слушаю. Будет прислано. Колыванцева, греческий, 67. Дан отбой. Колыванцева села к столу и записала. — На живорыбный садок двенадцать копеек. К корсетнице проезд шестьдесят копеек. Вот уже один рубль двадцать семь копеек барыша и есть, — сказала она себе. — И это только в один день. — Катя, я сейчас вызвала к себе по телефону корсетницу Берель и хочу заказать ей корсет. Так уж вы, пожалуйста, не убегайте в Суровскую лавку за нитками, — сообщила она горничной. — А то кто-нибудь придет и никогда вас нет на месте. Всегда в Суровской. — Да когда же это, барыня? — возразила горничная. — Ну, все равно, я сказала. И к тому же говорю, что вам придется помочь мне раздеться и одеться. — Но ведь у вас корсеты хорошие, барыня. — Все равно. Это так кстати пришлось. — Рубль двадцать семь экономии — это не шутка, — продолжала рассуждать Колыванцева. — Ну, куда бы мне еще телефонировать? Это так забавно, так интересно. — Боже мой, ведь я заказала ромовую бабу к вечеру. А кто же ее будет есть? Нас только двое. Позову сейчас по телефону к нам вечером на винт Валдаева, старика генерала Лакшанского и полковника Степанова. У них у всех телефоны на службе. А какой мужу-то будет сюрприз? И она начала звонить на станцию с приказом соединить. Приглашен был приехать вечером Валдаев с супругой и дал согласие. С большим трудом отыскали генерала Лашкавского в инженерном ведомстве и подвели к телефону для приглашения. Откликнулся после долгих поисков и полковник Степанов, очутившись у телефона, все дали согласие. — Фруктов. Фруктов теперь к чаю и закусок. Сделаем холодный ужин. Горячего не надо. — рассуждала Колыванцева и уж звонила на станцию, прося соединить с гастрономическим магазином. — Квартира Колыванцева. Это гастрономический магазин? — спрашивала она. — Гастрономический магазин. — дали ответ в телефон. — Пришлите Колыванцевым, греческий 67. Слушайте, десяток груш дюшес, десяток яблок, розмарин, два фунта сыра швейцарского, фунт икры паюсной, лучший, фунт колбасы в четырех сортах, два фунта ветчины, сига копченого небольшого и фаршированную пулярку, затем счет. Деньги будут уплачены при доставке. Повторите заказ. Заказ был перечислен. Колыванцева тотчас же дала знать мужу по телефону, что у них будут гости, что она звала таких-то и таких-то на винт и спрашивала его. — Ты рад, Макс? Правда рад? — Ну, то есть, как тебе сказать? Я рассчитывал, что вечером буду один дома. Я сегодня вечером хотел принять ванну и хорошенько вымыться. Мне что-то не по себе. Пропотеть надо. — Ну, впрочем, ничего. Не делай только больших расходов на ужин. Я не при деньгах, — отвечал муж. Колыванцева тотчас же начала телефонировать в цветочный магазин, чтобы принесли десяток гиацинтов, два горшка роз и ландышей. Через пять минут она подсчитывала записочку для памяти и говорила про себя. — Вот уж два рубля и восемь копеек экономии от постановки телефона. — Ох, боже мой! Что ж я наделала? — вспомнила Колыванцева. — Закуски кожаную для гостей вызвонила в телефон. Даже цветы для украшения стола и гостиной заказала. Фрукты. А про вино-то и забыла. А у нас дома вина никакого. Муж пьет только сельтерскую. А Валдаев любит вино. — Да и Клавдия Петровна пьет с фруктами белая шатолюнель. Надо заказать. Она поспешно бросилась к книжке телефонных абонентов, открыла чей-то погреб иностранных вин и через пять минут уже звонила у телефона на станцию. — Номер 9713. Прошу соединить. — Готово. Номер 9713. — послышался ответ. Опять звонок. — Магазин иностранных вин, — кричала Колыванцева. — Так точно. Что прикажете? Откуда говорят? — Из квартиры генерала Колыванцева. Греческий, 67. Пришлите, пожалуйста, вина к пяти часам сегодня. Деньги будут уплачены при доставке. Греческий, 67. — Греческий, 67. Колыхаеву. — Не Колыхаеву, а генералу Колыванцеву. — Колыванцеву. Какого вина прикажете? — Одну бутылку Шатолюнель, одну бутылку Мадеры, потом красного. — В какую цену Шатолюнель и в какую цену Мадеру? Она не знала, в какую цену муж покупает вино, и отвечала. — Хорошего вина. Самого хорошего. — Пять рублей бутылка? — Ну, пять рублей, — сказала Колыванцева наобум. — Затем красного вина. — Бордосского или Бургонского? — допытывались из винного погреба. Колыванцева опять встала в тупик. — Какого хотите? Ну, бургонского, что ли? — Шамбертен, может быть? — Хорошо, Шамбертен. Да и коньяку полбутылки. — Все по пяти рублей. — Да-да, только чтобы было хорошее. — Такайского, не прикажете ли? Есть особенное. — Какое? — переспросила Колыванцева. — Такайское, венгерское. Она не слыхала о таком вине, не знала его, но, чтобы не уронить своего авторитета, отвечала. — Да-да, все равно, пришлите, только чтобы было хорошее. Был дан отбой. Но Колыванцева разохотилась звонить в телефон и опять звонила на станцию, чтобы соединили с кондитерской. — Не отправили еще Колыванцевому ромовую бабу? — спрашивала она. — Сейчас отправляем, — отвечали с кондитерской. — Через полчаса будет у вас. — Погодите. Вместе с ромовой бабой прошу прислать сливочный пирог в два рубля. Сливки и бисквиты. Уберите мелким шоколадом. — Будет исполнено. — Совсем опустила из виду сладкое, — рассуждала Колыванцева, дав отбой и отходя от телефона. — А ужин без сладкого как будто и не ужин, особливо холодный. Она опять присела к столу и прибавила на записку для памяти еще сорок копеек на проезд в кондитерскую и погреб, если б у них не было телефона. — Два рубля и сорок восемь копеек экономии. И только в один день. А сколько же это в месяц-то придется? — сказала она себе вслух и тут же подумала. — Большое удобство этот телефон. Ведь вот не будь его, у нас сегодня и гостей бы не было. Разве можно в один день, даже в один час, при одной мужской прислуге из трех домов гостей позвать и закупить все нужное для угощения? Да и сколько бы записок пришлось писать. А тут экономия труда, экономия времени. Она опять позвонила в телефон и вызвала к телефону мужа. — Макс, это ты? Отлично. Радуйся. Телефон приносит огромное удобство, — кричала она. — Я созвала тебе гостей на винт, заказала ужин, вино и фрукты. Ты рад? — Друг мой, ты меня совсем попусту отрываешь от дела. Я так занят сегодня на службе, — послышался голос мужа. — Третий раз ты меня отрываешь. Ходить к телефону так далеко. — А что за важность? Нелюдим, суровый и черствый. Только дела одни на уме. Сердито ответила она и дала отбой у телефона. Наконец приехала мадам Берель снимать мерку для корсета, и Колыванцева оторвалась от телефона. Около часа она занималась с корсетницей и сделала ей заказ. Затем из магазинов начали приносить заказанное по телефону. Принесли из кондитерской ромовую бабу и пирог, из фруктового магазина фрукты, потом закуски и вино. У Колыванцевой не было денег, чтобы рассчитаться за принесенные покупки, и она говорила принесшим. — Вам придется с полчаса подождать, пока муж вернется со службы. Вернется он и уплатят по вашим счетам. Он теперь скоро будет дома. Подождите. В шестом часу приехал домой муж со службы. Он был голоден, не в духе, мрачный и усталый. Сухо поцеловав жену, он прошел в кабинет. Жена следовала сзади. — Макс, а я без тебя накутила по телефону, — виновата говорила она. — Вот счета, по которым надо заплатить. Тут нет ничего лишнего, кроме цветов. Но нельзя же и без цветов быть. Теперь у всех цветы. Нас и то осуждают, что у нас редко бывают цветы. А сегодня у нас гости. — Не следовало бы гостей-то звать, — сердито пробормотал Колыванцев. — У меня и так денег в обрез. — Ах, друг мой, меня телефон соблазнил. Но зато у тебя сегодня будет винт, твой любимый винт. И Колыванцева ласково чмокнула мужа в лысину. Когда Колыванцев увидал счета поставщиков, он ахнул. Ему пришлось заплатить что-то больше шестидесяти рублей. — Ты меня совсем разорила. Я ведь последние деньги отдаю, — говорил он. — Зачем ты из сельдерской-то воды заказала? Ведь у нас есть вода. — Ах, да ведь телефон, — вздохнула Колыванцева. — И вино. Зачем такое дорогое вино? Мы никогда такого не пьем. Ведь это ужас, сколько заплатить приходится. И фрукты. К чему такие дорогие фрукты? — Не сердись. Я тебе сюрприз приготовила. Зато у нас сегодня к обеду будут для тебя раки. — А для раков теперь даже и не время. Сиделые. Они хороши только летом. Фу, сколько денег. А я так стесняюсь. И чего это тебе вздумалось? Ай, надо платить. — Телефон, Макс, — оправдывалась Колыванцева. — Телефон. Кряхтя от неудовольствия, Колыванцев послал с лакеем деньги, ожидавшим поставщикам. О заказе корсета Колыванцева не сказала мужу ни слова. Но в утешении его подсунула ему записку для памяти и проговорила. — Зато посмотри, сколько в один день принес нам этот телефон экономии. Два рубля сорок восемь копеек. Два рубля сорок восемь. Эти деньги мы должны были бы заплатить за проезд за покупками. За проезд и на письма, если бы у нас телефона не было. А тут экономия. — Да, экономия. Хороша экономия. Два рубля сэкономили из-за телефона, а шестьдесят рублей слишком и сдержали из-за того же телефона. И только из-за телефона, черт его возьми! — сердито бормотал Колыванцев. Вечером у Колыванцевых были гости, и он проиграл им винт двадцать два рубля. — А все телефон проклятый! — мысленно воскликнул он, и лицо его покрылось красными пятнами. Друзья, спасибо! Друзья, спасибо! Продолжение следует...